Адвокаты осужденных указывают на ряд нарушений. По их мнению, они были допущены при разбирательстве в суде первой инстанции. Общее количество свидетелей 131. Но я удивлен, что только 26 человек прибыли в суд свидетелей. 131 это даже одной пятой нет. Это получается, что с лишним человек вообще в суд не приходили, не давали никакие показания. В суде было видно, что многие свидетели, они попросту не умеют читать. Они кое-как читали клятву. Они практически даже не владеют именно языком и даже письмом. Для меня это было совершенно непонятно, каким образом проводился допрос. Где они в один голос все заявили, что мы подписывали, нам давали бумагу. Мы подписывали и все. Я говорю, а вы читали? Ну, они с трудом читают. Это было выяснено именно в главном судебном разбирательстве. В ходе следствия по утверждению адвокатов был нарушен и закон о языках. Также является грубейшим нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Это именно нарушение закона о языках. Дело в том, что мой подзащитный давал показания на русском языке. По делу материалы, к сожалению, где на государственном языке, значит, были проведены следственные действия, были получены доказательства, допросы и так далее, они почему-то не предоставили моему подзащитному именно на том языке, которым он владеет. Аналогичные замечания сделали и защитники главного обвиняемого, госавтоинспектора Рео Ержанова. С приговором от Воробийского района в суде Горшенко я не согласна. Вину моего подзащитного в следственном органе в ходе судебного разбирательства первой инстанции не было доказано. Прокурор выступил за то, чтобы приговор остался без изменения. Находясь на посту старшего инспектора Рео, Ержанов регистрировал автомобили, незаконные, ввезенные в Казахстан из Белоруссии. В этом ему содействовал Азад Изотов, а также еще ряд неустановленных следствием лиц. По иску департамента госдоходов оба подсудимых должны возместить ущерб, причиненный государству в размере свыше 200 миллионов тенге. Областной суд, рассмотрев все обстоятельства, вынес свой вердикт. Судебная коллегия постановила приговор Альфарабельского районного суда города Шинкент от 18 сентября 2017 года в отношении Ержанова Пахчана Каммахановича и Изотова Азата Ахмельчаевича оставить без изменений апелляционные жалобы осужденных и адвоката без удовлетворения. Главное судебное разбирательство по РЭО еще впереди на подходе дела в отношении группы высокопоставленных сотрудников РЭО, обвиняемых в махинациях с регистрацией автомобилей. Данил Шимратов, Марат Давлетов, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании ОТРР.